Вот тут идет урок шитья у Надежды Васильевны. Сегодня 30 июня 2015 года. На клапан 10, тоже 12. Оставляете, вот он. Потом клапан сюда закрывается. Понятно? Вот такой. Общая длина, общая, если длина, так вот тряпочки мы сейчас замерим, это... Общая длина будет 52. 52, все слышали? 52 будет общая длина, 19. Сам карманчик будет, остальное будет на клапан. Все. И ширина 12. Так, Яна, делайте, пожалуйста. Я вот досла, такой карманчик. Это что ты? Не знаю, что ты сказала. Да это... Если этого не надо, из этой ткани. Ты что, это же такая ткань, что негодно. Посмотри, сколько много разной. Просто не бросайте, аккуратненько берите, вот так, перекладывайте на место, чтобы не было такого беспорядка. Все в куче будет, и ничего не найдете для себя. Смотри, выбор большой, пожалуйста. Ножницы. Ножницы. Где-то на середине должны быть ножницы в одном месте, чтобы сразу могли. Вот тут начинаем. Так, это кто? Леонида рядом. Это Ангелина. Леонида рядом. Леонид, будешь сидеть на этом стуле и следи за ножницами, за иголками. Смотрите, иголки, дети, нигде не оставляйте. Только вот в игольницу, понятно? Все. Ножницы тоже в одном месте должны быть. Вот Леонида отвечает за ножницы, за иглы. К ней обращаться будете. У Леры сейчас ножницы, потом она даст Агни. Обратите внимание, как правильно шьем. Ну-ка дай сюда. Что ты делаешь это? Я заворачиваю, чтобы ткань не распускалась. А для чего, не поняла? Ну, смотрите, ткань, она вот распускается. Да, но когда ты будешь шов делать с другим швом, так она и не будет распускаться. Она будет там, внутри. А зачем? Ты вот сделала, а потом что? А потом... И куда такая мелкота? Мелкота-то зачем? Сказали, клапан должен быть нормальным. А где у тебя это? Это не клапан, это карманчик. Вот такой карманчик. А зачем он такой махонький-то? Ну, мне просто платочек положить. Да два пальчика не войдут в него. Хорошо перетелываем. Надеюсь, дай сильно. А так и пойдет? Пойдет, конечно, пойдет. Замерь. Да что, прям в свою руку хотите в карман положить? Нет, ну, достаточно хотя бы две. А, ну, в свою руку пусть пожелали две руки. Ты считаешь, это большой? Вот так вот, наверное, фигуру-то вообще нужно сделать. Ну, все, как маклеты. Все, можно. Соня, ты не можешь, сына. Не стягивай, видишь, стягиваешь? Видишь, ты стягиваешь? Ты справишь. Что, что, умеешь шить? Да, я слушаю. Да, я слушаю. Да, сейчас я готовить буду, ладно? Смотри, делай, мама, пистички. Сейчас я делаю паечку. Так что, вот это... И затягивай. Ксюша, вот это ты считаешь большим, что ли, карман? Нет, нормальным. Надежда Васильевна? Ну, у меня меньше. Ну, вот нормальным. А что ты... Как делать, поделаешься? ...возбучила, что у нее слишком, ну, посмотри, ну, куда? Вот куда, даже платочек не войдет. Да я не об этом. Длина какая. Надежда Васильевна. Ксюша, смотри, Ксюша. Видишь, нужно на уровне, вот, видишь, это стежка. Еще на клапан. Ножницы дай, пожалуйста, сейчас закончишь. Ксюша, ты следи за всем. Красьте цветочки. Дай сюда. Дай сюда. Вот это как раз тряпочка твоей кофточки. Да, понравилось, что палочка. Мне понравилось, что палочка. Ага. Ну, на банке. Да, вот туда. Так, все. Я передаю все Жане и Ане, так что... Она все будет делать. Знаете, посмотри, у меня плакатов много, это за все годы. Так, выберите что-нибудь в лагерь, можно повесить, или куда. В келью кому-нибудь. Пусть они хоть по одной. Так, кольце еще иголки. Свободные. Вот это где-то. Свободные иголки. Да, можно зарядить. У меня до конца. Куклы. У кого ножницы? Я со второй попытки ехала. Я ногой щупал, думал, там лежит грелка с водой. Ксюша, слушай. У кого ножнички? Аня, забегай, еще одни ножницы там, поищи. Одних недостаточно. Ножницы вторые принесите. Да, потому что надо еще такой кусок. Смотри, ты такой тяжелый. Рика, так тебе будет вот такой карман, да? И вот только застёк. Нормально? Может, немного, да? Главный большой, вот, из оленя. Ну, тебе нормально, да? Чтобы он был такой большой, чтобы не было всё гладно. Ну, не хватит. Вот еще, что мы шили, может, другое дети. Ты иголку не держать? Да. Дай, пожалуйста. Покажи, сейчас. Покажи, сейчас. Покажи. 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 Нормально. Покажи. 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 А, Анюша. А нитки есть еще? Покажи. Помоги мне здесь. Покажи. Вон, давай. Можно прийти. Подожди. Ничего не делай. Она хочет поесть. Нету ножниц! На, простой карандаш. Чтобы. Ксюша. Вот эту шторку сдвинь там в сторону, вот эту вверху. Что? Шторку вправо сдвиньте туда. Ну сдвинь ее дальше. Убери совсем до конца, забрось куда-то. Ну вообще нет много очень меток, которые тоже надо шить. Или кукол там разник, а только резки. Иголки, нить. Иголки, нить подавали. Вот с Викой будете вместе берем. Дайте иголку. Вика, Вика, где иголочка? У меня еще шоколадка. Вот такие вот еще мяпочки, чтобы шить там. Понятно? Ой, вот, быловенькая. Какой красивый песок. Нужно. Нужно это глянь. Слушай, а эта иголка хватит? Да. Вы говорите, слух что делаете, чтобы они запоминали. Все движения свои фиксируйте языком и переспрашивайте. Они должны выйти отсюда другими. Сначала надо измерить. 52 сантиметра. Смотри, она режет у тебя правильно, нет? Длина. Да. И карандашиком надо. Вот еще. Так, кто карманчики закончит, у меня еще трепочки из коврики делать. Вот видите, заготовка. Ой, Якуля. Давайте потом. Да, да, да. Ну, по одному никак нельзя, по одному. Здесь надо уже определенно выбрать по кому. Я вот это сижу. Нет. Ну, вы возьмете по одному. Это кто-то один себе коврик шьет. Ты же из одного-то не можешь, их несколько штук надо. Здесь всего на два коврика. Поэтому, кто будет себе шить, тот и возьмет. Хорошо, потом рассидим. Повторяем, чтобы они знали. Одна порезала, а вторая дай. Разные, разные. Видите сколько? Много, много. Мой материал я не знаю. Я в отелье брала. Я в отелье брала. Я в отелье брала. Вот, я в отелье. Я в отелье брала. Да. Это красивый. Теперь ты порешь. А где нужно? А куда еще? Да. Да. Такие. Опять надо. 24 сантиметра. Ширина. А здесь какие-то текушечки. Вот здесь. Черкни к кандаршу. Резинка. Кто вчера спрашивал резинку? А, уже не надо, да? Нашла резинку. Вот. А, это. Яна. Тебе. На юбочку. Сделай. Я здесь положу. Вот. 52 сантиметра. Василисе, дайте какую-то работу. Чтобы не было скучно. Василисе, дайте какую-то работу. Чтобы она не меньше других. Ко всякой одежде. Пришайте карманы. Вот сегодня их пришли до 10 человек. Около 20 карманов, чтоб пришили. Глубже и уже. Немножко. А нужно пришить две. Нет. Здесь не начнет резинку. Угу. Вот. 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 Вытаскиваешь. Вот. Это надо на машинке делать. У кого ножницы? Кто на ручной машинке может шить? Ты на ручной можешь. Ну-ка, вот я сейчас машинку сделаю. Девочки, ножницы у кого? У нас. Сейчас мы закончим, дайте. А я не криво режу? Ну ладно, потом покажу. Так, я теперь досюлю. Видишь? Примерно 5 мм. Так, вот, да. Еще. Вот туда. Аккуратно. 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 Отсюда вытаскиваю. Аккуратно. А вот эту мы еще обрезать ровно. Какой? Вот кусочек. Угу. Ну вот, на швейной машинке тут пускай учатся включать. С зубами не надо рвать, бери ножницы. Заправляем машинку, кто умеет, подойдет на машинке и будет шить. Я покажу как. Ну вот прошло 2 часа, показывайте, что вы научились. Вон туда, садите вниз. Так, иголки нигде на полу нету, чтобы я мог пройти. О, это кармашек такой? Да, и у меня. Ты сама что решила? Да. Ну смотри что. Правда я пуговицу не пришила. Ну вот, видите как. Вы так научитесь, скоро и портянки шить сможете. Вон как, это, чтобы у них пальчики шевелились. А можно тут и носовые платочки заранее положить? Понятно. Это карманчик. Ооо. Подожили? Сейчас. Видите, это дело уже, надо поглубже только вот этот, мелковатый маленько. Хорошо. Поглубже, значит вот так вот это, дольше сюда. Угу. Я же сразу сказал. Вот этот у нее подольше, смотри. Поглубже. Вот от клапана от этого вверху, больше места вниз идет. Вот оно. Вот этот платочек у тебя коротковатый маленько. Ну на одно платье сделай такое, видишь насколько оно короче. Вот на два пальца. Сначала перед. Ну. Что у вас тут? А мы тут съем. Что-то я не пойму, у тебя юбка-то такая короткая. Нет, просто я сидела. Юбки должны быть ниже колена, там минимальные. Вот у меня. Да. Ну, у тебя что тут говорить? Это, конечно. У меня длинная юбка. Так. Ну потом, когда-то завтра может быть, что тут тетя Надя на огороде и тут поможете, чтобы она не осталась сторонниками. Нет, нет, нет. Так. Надя сказала, что мы с Россией будем в огороде убираться. Потом у вас эти, подождите, как вы их пришили-то? Видите, вот это вот они болтаются отдельно, нет. Это не так. Низ должен быть пришитый. Кармашек должен плотно быть, иначе она будет бежать у нее и просто вот так будет отрываться. Вот он. Вот она. Вот есть вот, чуть-чуть кверху он будет подниматься. Поняла. Его пришить и намертво надо, карман этот. Это отдельно вы кармашки сделали, а к платью можно просто одну тряпочку и все. Другую половину и играть будет сама материя. Тогда и Вике надо. Не только мне. Я знаю. Вика, ты что будешь пришивать? Что тут? Нет. Прося делает. Вот так. Ты что-то вырезаешь какие-то? Глорец. Значит сами аккуратно. Не иголки, чтобы нигде не на поду не оказались. В рот никогда не брали ничего. Приучите их. О, я на счет она ступит. Ногу ткнула. Посмотри. Что там такое? Вот здесь вот. На подошве там еще не воткнулась? Аккуратно. Ну-ка проверь, Вазис. На что я наступил так больно? Вазис, сейчас я наступил. Что это такое? Ну-ка покажи. Вот еще немного. Только сейчас говорил. Иголка. Наступил на иголку. Как это оказалось? Как оказалось это дело? Она бегает где-то, а здесь мешочек иголка. Я наступил на иголку. Вот вы меня и поймали. А иголка обломится, она может куда пойти. Это как она оказалась тут? Не знаю. Ну как? Я про это сразу сказал. Иголки из рук не выпускать. Пока шьешь, она у тебя в руках. Дальше одно место показали, где ему ложить? Да. Что спросил? Нету ничего? Ничего нету. Ну, одно место где-то, чтобы иголку растут, туда она пошла, воткнула. У-у-у, я ухожу от вас. Это опасный народ. Не ожидал я такой беды. Ой-ой-ой, да как больно-то. Прямо проснули мне подошву. Пошел я от вас. У-у-у, никак не ожидал. Думал, что приду, посмотрю и уйду. Ничего себе. Слышали беда-то какая-то случилась? Прямо в подошву воткнулась мне иголка. Вот. Показываю даже. Вот. Ой-ой-ой. Ушел я. Фрося, а ты что во рту держишь-то? Зачем ты делаешь это? А что это за карандаш? Чем он? Клей-карандаш. А? Клей-карандаш такой. Ну а зачем ты в рот берешь? Проглотишь, а потом не оправится тебе. Пробка-то заткнет все тебе изнутри. Ну а я гляжу, как у Василисы. Это что-то она, руки Тони не шевелятся. Почему? Я ей показала как-то. Ну давай, давай. Вот это уже заброшенный хлеб за иголку. Помните пели про лагерь-то? Заброшенный хлеб за иголку. Вот я это все в стихотворении написал. И то никакого проку не толку. Я себе платочек сошью. Так. До самого обеда. Чтобы научились маленько. Первое, чтобы иголку не бросать. Сегодня будете петь про брошенный хлеб, про иголку. Уходите, я убегу от Вас. Ушел я. Ой-ой-ой. Какая беда надо мной нависла-то. Ухожу я. Простите нас, Гнат. Невозможно. Вы так напугали меня. Так, а теперь мне надо найти... Так я не знаю, приходить еще к Вам или нет. Или уже боязно так. Иголки опять вбаляться будут. А? Сами справимся. Да. Мама Галя написала, говорит, я уже дома, благодарю за молитвы. Ну вот, давайте коротко помолимся. Господи Боже наш, слава Тебе, что сохранил сестру нашу Галину в пути. Возврати ее к нам, когда угодно будет воле Твоей Святой. На помощь Твою надеемся. Благослови этих деток, Господи, правильно делать то, что Ты дал. Как некогда святая Тавифа, она трудилась. И труды ее послужили к воскресенью ее. Рубашки и сорочки, которые шила она, были показаны апостолу Петру. Научи нас подражать ей, чтобы из каждой сестры здесь получилась добрая серна, богатая добрыми делами. Аллилуйя, аминь. Аминь. Я ушел. До свидания. До свидания. До свидания.